Девушки отдыхают В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся, и по предварительной версии погибло 14 человек, из них двое детей. Остальные с различными травмами были доставлены в больницу. По данному факту, следственными органами Следственного комитета РФ и Республики Тарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни, здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц. Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Водитель автобуса был ослеплен фарами, пошел на обгон, также заснул за рулем. В настоящее время следователи продолжают осматривать место происшествия. Назначены ряд экспертиз, такие как судебная, медицинская, автотранспортная экспертиза. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств предоставшего. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате. Трагедия произошла около часа ночи. Грузовик направлялся в сторону Ижевска. На жесткой сцепке он буксировал большегруз. В кабине находилось два водителя. Внезапно в него врезался пассажирский автобус. Удар пришелся как раз на ту часть, где у автобуса располагался бензобак. И машина тут же загорелась. Хорошо, что в конце сидели. Я слышала то, что крикнули, ну здесь выходите, здесь есть куда выйти. Я полезла и меня за руки уже вытащили. Но мы там еще постояли, а потом увидели, что автобус еще больше пламенем разгорается. И мы уже побежали в эту сторону, чтобы вдруг, если взрыв. Я спала в это время, я хотела вправо метнуть, как я с правой стороны сидела. А смотрю, там пламя такое. Соответственно, влево начала. Влево я не понимала, то ли окно это, то ли люк, то ли что. Ну не понимала. Била ногой об что-то. А потом уже увидела, что люк там открыт. И уже туда вышла. Водители обоих автомобилей выжили. Водитель автобуса находится в реанимации в тяжелом состоянии. Водитель грузовика дает сейчас показания. И вот их предварительная версия случившегося. Они говорят, что ехали по краю дороги. Максимально старались не мешать движущимся транспортным средствам. В это время увидели зеркало заднего вида, что к ним приближается автобус. И почувствовали удар. Рафаэль Матегулин, заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Татарстан по государственной противопожарной службе. Что произошло, что сейчас происходит там? Сегодня, 2 июля, в 0.40 минут оперативно-дежурную смену Центру управления кризисной ситуацией Главного управления МЧС России по республике Татарстан поступило сообщение о дорожном транспортном происшествии с пассажирским автобусом в Занинском муниципальном районе. Получив информацию, к месту дорожного транспортного происшествия были направлены силы и средства Занинского пожарно-спасательного гарнизона в составе трех отделений пожарной службы. Моменты прибытия, значит, я оговорюсь, ближайшая пожарно-спасательная часть находится в 9 километрах от места происшествия. Моменты прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение автобуса и другого автомобиля «Калмаз» и «Ман». Значит, оперативно в течение двух минут был потушен пожар горящего автобуса. В дальнейшем уже было организовано тушение пожара другого автомобиля. Значит, возле автомобиля находились люди к моменту прибытия сил МЧС практически сгорел полностью. Значит, потери. Да, уточненная информация есть какая-то по пострадавшим, по погибшим? Да, есть информация предварительная, предварительная. 28 человек находилось в этом автобусе. 13 человек эвакуированы в лечебное учреждение. Город Альметьевск, город Наберные Челны с различными ожогами, травмами. На месте дорожно-транспортного происшествия работает оперативная группа главного управления, психологи МЧС России. Значит, также будет организована работа психологов с родственниками в морге города Казани. В данное время работает горячая линия МЧС России. Такая же линия организована и в Ульяновске, и в Самарской области, и в Республике Татарстан. А потерях? В потерях предварительно 13 человек погибшими. Значит, сильно обгорели внутри автобуса все, что там находилось или кто там находился. Такая ситуация. А когда пожарные приехали, они не пытались спасти? Значит, спасать уже внутри автобуса практически не было возможности. Значит, сами видели, автобус опрокинулся на правый бок. Практически все двери были заблокированы. Кого-то выкинуло, кого-то вытащили. Значит, сами. Пассажиры. Чела погибших все извлечены на данный момент? Нет. Сейчас проводятся оперативные следственные действия. Криминалисты работают на месте происшествия. Водители? Водители все живы. И они, что с ними сейчас? Водители находятся в лечебных учреждениях. А люди сами как-то выбирались? Да. Или их просто выбросило? Кого-то выбросило, кого-то вы успели вытащить. Те очевидцы. Пассажиры этого же автобуса. А также проходит информация, что двое детей, да? Предварительно есть такая информация. А из Самары уже прибыли? Из Самарской службы в вашей коллегии? Сейчас прибывают. Родственники? Родственники. Родственники и кто спасся, они будут размещены в гостинице в городе Заинске. Ну, обычно процедуры опознания, обычно процедуры работы с пострадавшими, и работы с родственниками погибших, по опознанию тел погибших. Как работа организовала. Это уже обычный рейсовый автобус? Это рейсовый автобус в Самаро-Ижевск. Пассажиры были с разных населенных пунктов. Тольятти. Картина самого ДТП понятна на данный момент? Есть какие-то предварительные версии? Предварительные версии столкновения по путным направлениям автобуса и КАМАЗа. КАМАЗа откуда? Меня неизвестно. Скажите, пожалуйста, как долго все продлится сейчас? Разбор завалов? Завалов нет. Значит, все фрагменты и вещественные доказательства, которые могут указать на элементы данного происшествия, они будут извлечены. Значит, криминалисты работают. Я думаю, до конца сегодняшнего дня проезжая часть будет освобождена.